Думаю, самое главное качество для вообще изменений это честность с собой, умение признать свои слабости и сказать им, да, я вас вижу. Именно так, 10 минут назад я выложил ролик про мастурбацию, про то, что я это делаю, про то, что меня это кардинально заебало. Я уже устал от этого, я чуть-чуть вижу, как эта сука мне мешает жить, насколько энергия моя та, которая у меня есть. Я там и про работу в прошлом видео на своем канале рассказал, как это все вот сказывается, наслаивается. Вот, короче, вот есть моя ценность, да, вот эта привычка наслаивается и высасывает энергию отсюда, из того, что должно идти в люди. Там я рассказал о том, что я реально обладаю тем, что может повлиять очень-очень в лучшую, благодатную сторону в других людей, короче. Спокойствие, состояние, мы в целом знание, мой какой-то опыт. Вот оно может очень здорово наложиться на жизнь других людей, но я, сука, это отбираю и у себя, и у других людей, вот этой своей привычкой. Я убегал от этого, ну, блин, я так долго от этого убегал, эта привычка со мной была 7 лет, мать его, 7 лет. Я сейчас и футболочку переодел, там я был фильм, сейчас солнце выглянуло. И вот сейчас я могу прям еще раз сказать, честность это самое главное, что у нас есть. Где-то посмеяться над своей вот этой вот какой-то моделью поведения, сказать, ты что, типа Серега, ты дебил, ты, блядь, зачем ты сливаешь эту энергию, зачем ты это делаешь? Ну, еще и чувствуешь себя, при этом ужасно, потом и относишься к этому стрёмно. Вот это тоже очень влияет, конечно, люто. И вот к чему я все это веду-то? К тому, что самое главное реально это быть честным человеком. Вот я недавно, знаете, тут у своей знакомой, короче, я в чате там кое-что, у меня же свое сообщество есть на 120 человек почти что. Мы там общаемся, в общем, работая над своим состоянием, там где-то раз в полторы-две недели, наверное, сейчас идут встречи или, ну, не суть. И я там вот что-то про бег сказал, типа, что-то вот, я там, интересы, я тут медали просто, у меня вот сейчас медали здесь, сейчас вам по чуть-чуть это буду показывать. И я там что-то выложил, и одна девушка написала, моя знакомая хорошая, типа, ты у меня с бегом больше ассоциируешься, чем с коучингом. А я же как бы как коучинг себя позиционирует. И я потом начал реально задумываться, реально вот, я самое, наверное, системное, что у меня есть, это бег, это здоровье, это тренировки и это стабильное времяпровождение на природе. Это самое стабильное, что у меня было и есть в жизни. Это у меня больше 10 лет, прикиньте, я себя вообще никак на спорт не заставляю, да я там кайфую, я там удовольствие получаю. У меня в целом, как бы, форма нормальная, пресс есть, ноги, я нормально в целом бегаю. Вот, например, сколько мне показали, сколько у меня тут медалей много. Вот, например, вот, например, с белых ночей, с Петербурга медалька вот такая красивая. Вот, например, с Перемини полумарафон Перемь за час пятьдесят пробежал осенью. Ну, это мой второй полумарафон был, в этом-то году, наверное, я побыстрее пробегу, может быть, за час сорок пять. Посмотрим. И вот, мне там это дело... После этого сообщения я ей в личку написал и попросил искренне ее ответить на несколько вопросов. Типа, с чем я у тебя там ассоциируюсь, с каким животом, каким цветом, каким словом, за каким советом ты бы ко мне пошла на помощь. Потом пришла... Ой, попросила совета. Блин, чё? Короче, у меня тут сообщение пришло, я просто отвлекся. На какое... Ну, короче, ты бы за помощью ко мне, за каким советом пришла бы. Потому что у меня получается лучше всего, какие у меня сильные стороны, какие у меня слабые стороны. И мне она это сказала, и я там... Как бы, чё вам сказать-то? Пересказывать я это не буду, там просто на 13 минут голосовое сообщение. Самое главное, что там надо понять, что она мне сказала, и я это сам чувствовал, но в слова это облечь не мог. Она говорит, ты словно прячешь что-то за коучингом, какой ты настоящий. И вот реально так, хоть и моя работа, и моё внимание, и мои техники, методики, практики, вот моё отношение к кое-каким вещам, которые я передаю, оно реально влияет на деньги. Зайдите ко мне в инсту, посмотрите кейсы, в личку мне напишите, я вам отправлю презентацию со своим продуктом. Реально на деньги влияет. Реально хорошо причём. И потому что человек начинает по-другому общаться, ну, более спокойно, без ожиданий, без запары в башке. Типа, вот, не требуешь, что вот, я сейчас жду, знаете, мета-сообщение иногда такое, вот, заплати мне. И, типа, мне надо рассрочку закрыть свою. А ты как бы по-другому продаёшь, типа, если хочешь, приходи. Ну, знаете, с какой-то такой сильной позиции. Это просто вот условно. Так вот, она мне это сказала, и я такой, реально, я всё-таки не коуч, не наставник. Ну, я наставник, но не коуч вот в привычном понимании, да, не психолог, не в привычном понимании. А я тот, который тебя направляет на спокойствие, направляет на единение с природой, на вот этот вот баланс внутренний, гармонию какую-то. Ну, ты легче ко всему начинаешь относиться. Человек, который направляет на движение, на здоровье. Вот я со своими клиентками, например, тут на лыжах катался недавно, бегали мы вместе недавно. Вот это меня зажигает. Сколько предпринимателей, артистов, вообще, спортсменов в том числе. Машка же, которая у меня сейчас на личной работе, она же пробежала лучше свой полумарафон на КМС по бегу. И вот на каком-то забеге она, из-за того, что там перестала от себя ожидать этого всего, она пробежала лучше за час там 21. Ну, короче, это хорошо. И потом меня благодарила. И вот сколько людей таких, да, даже в том числе, которые сильно богаче меня, сколько таких людей нуждаются вот в этой какой-то внутренней стабильности и какой-то внутренней даже где-то детскости и ребячестве вот этом всём. То, что у меня есть, у меня это очень хорошо проявлено. Я люблю наслаждаться, веселиться, кайфовать. И вот у меня футболка даже сейчас розовая. Ну, короче, вот я такой. Я такой, я люблю танцевать, петь, заниматься не только работой, не только упахиваться и достигать. Вот я такой. Да, есть же сейчас проблема отдыхать люди не умеют. Как это они умеют отдыхать? Вы что, гоните? И вот, ну сколько таких людей, которые, да, больше, я могу их усилить вот именно этим. И я подумал, да хватит прятать свою вот эту вот экспертность, да, которая в этом заключается, в слове спокойствие. Потому что в этом базовом состоянии ты можешь услышать свои желания, свои потребности, свою силу ты можешь услышать именно в этом состоянии. Это база такая. То есть навигация в этом плане важнее, чем скорость. Потому что какая разница, с какой скоростью ты бежишь, гонишься, летишь. Если ты бежишь, гонишься, летишь, не туда. Или там лестница, да, вот это к успеху. Никто с тени не приставлено. Какая разница? Как быстро ты лезешь, если она никто с тени не приставлена? Ну, услышать то, что ты хочешь, и кто ты вообще, да, для чего ты и ради чего ты. Вот на эти вопросы, короче, я помогаю людям отвечать. Это можно сделать только в состоянии, когда ты не паришься, когда ты замедлился. Реально, когда ты замедлился, все. Вот тогда. И вот я подумал, да ну, я не буду прятать, короче, вот это все за словом коучинг. Не буду я так себя называть, больше не хочу. Оно не описывает то, что я делаю на все 100%. Вот. Очень рад, что я сейчас это сказал. Энергия поднимается. И я сейчас реально начал как-то смотреть на свою жизнь, как на нечто пластилиновое, на нечто гибкое. То, что я могу все менять. Я автор. Я автор. Я могу менять. Все, что я хочу, улучшать. Мурашки у меня сейчас бегут. Значит, это правда. В ушах, извини, сейчас, значит, это еще правда. Короче, вот, ребят, все, честность, самое главное, честность. И вот я к чему, вот, про Кристину-то, про Кристину. Я же ей давал два раза оффер в личную работу, чтобы она зашла. У нас был кое-какой коннект, и я видел, что я ей могу помочь. Но она из-за того, что она не, вот, она это и сказала, типа, я чувствовала, когда ты вот говоришь про коучинг, то, что ты хочешь в этом развиваться. Я чувствовала какой-то диссонанс внутри, типа, вроде бы я тебе верю, но как бы не до конца. И вот она это чувствовала, и поэтому она не заходила. Прикиньте, насколько то, что я с собой где-то был в чем-то нечестен, насколько это прямейшим образом влияет на решение о покупке у других людей. Ну вот она смотрит на меня, я что-то говорю, да, где-то с какой-то ложью, даже которую сам не до конца понимал. Ну как-то, типа, я не знал, как это назвать, поэтому вставал чуть-чуть на другое место. Но я сейчас понимаю, хоть я и влияю на деньги, там, людей и все такое, но я не хочу ассоциировать себя с продажами. Я не такой прям, ну я не хочу ассоциировать вот свою настоящесть с этим. Да нет предназначения, помогая увеличить экспертам, фрилансерам, блогерам доход в 10 раз. Это не предназначение, блин, это не сила, как бы. Ты же увеличиваешь доход благодаря чему-то, там, благодаря состоянию, благодаря инструментам, благодаря какой-то структурности, благодаря тому, что ты команду умеешь собирать, вот благодаря вот этому всему. Но не ты такой, понимаешь? И вот я делаю это благодаря спокойствию, благодаря состоянию, благодаря радости жизни, благодаря умению эту жизнь полюбить, умению увидеть свою, не свою, а просто увидеть ценности в своей жизни. Вот. Баланс, заниматься, двигаться спортом, заниматься на природе бывать. Вот это я люблю, вот это я люблю. Вот благодаря этому я и помогаю другим, ну, короче, делюсь. Не то, что прям помогаю, да, опять делюсь этим, и получается оно лучше. Вот и все, друзья, поделился вот важным таким аспектом про честность. Честность — это самая большая база. Вот только там можно начинать по-настоящему смотреть в свою ценность, в свою силу, в свои настоящие желания, в свои цели, в то, что тебя, короче, драйвит. По-настоящему драйвит. Вот. У меня вообще видосы есть на канале разные, в том числе там видосы есть прикольные, в чем ты можешь на 100% реализовать себя. Я там про подобное говорил еще полгода назад, кстати, вроде бы, да, полгода назад. Можете там отлистать, в канале у меня крутой тоже ролик. Вот. И еще, 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 еще. Ну, все, в целом, просто подписывайтесь ко мне в чат, приходите в личку, мне, уэй, Сергей, можете написать в телеграмскую, я вам отправлю этот чат. Здесь вроде бы ссылки не кликабельные, хотя я попробую выложить, ладно. Вот, все. И подписывайтесь просто на инсту, на телегу мою. Все. Пис. Всем. Чао.